И последнее. Собирали деньги с новосибирских пенсионеров под предлогом сельскохозяйственных инвестиций. Прокуратура Зайльцовского района Новосибирска добивается возбуждения уголовного дела в отношении руководителей кооператива Аграрусь. Надзорное ведомство усмотрело в работе КПК признаки мошенничества и отменило постановление об отказе, которые вынесли полицейские. Все наши финансовые операции находятся под контролем Росфинмониторинга. Ваши средства подлежат возмещению из резервного фонда СРО. Заманчивую красочную рекламу сотрудники кооператива Аграрусь активно размещали не только на телевидении, но и в различных газетах. Людей призывали увеличить свой доход за счет инвестиций в сельское хозяйство. На удочку обманщиков попалась и Нина Костенко. Решив немного приумножить свои накопления, пенсионерка принесла в КПК полмиллиона рублей. А поняв, что ее обманули, отправилась в полицию. Я когда пришла, я говорю, мне нужно заявление написать по факту мошенничества. Они говорят, а, наверное, Аграрусь. То есть даже мне уже не нужно было продолжать. Сказала, да, Аграрусь. Выговорит, уже здесь не одна, здесь уже много-много-много таких вас. По нашей информации, в Зайльцовский отдел полиции обратилось уже несколько десятков обманутых новосибирцев. Но вместо того, чтобы возбудить уголовное дело и признать пайщиков потерпевшими, правоохранители вынесли постановление об отказе. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Материалы в соответствии с требованием уголовно-процессуального закона о подследственности направлены для дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения начальнику третьего отдела проследования преступлений на обслуживаемой территории Следственного управления Управлением ВД России по городу Новосибирску, поскольку в действиях сотрудников КПК Аграрусь усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оказалось, Банк России запретил кооперативу привлекать сбережения граждан еще год назад. Затем Аграрусь исключили из всех саморегулируемых организаций. Несмотря на это, комбинаторы продолжали заманивать в свои сети доверчивых пенсионеров. Офисы компании работали в 12 городах страны. Правоохранительная система не всегда может оперативно реагировать на деятельность криминальных финансистов. Поэтому особенно важно предупреждение Центробанка для простых граждан. Черный список спасет тысячи людей от мошенников. Специалисты говорят, прежде чем нести свои деньги в тот или иной кооператив, необходимо ознакомиться с реестром нелегальных кредиторов и финансовых пирамид, размещенным на сайте Центробанка. Продолжение следует... Продолжение следует...